Привет, друзья! Если у вас есть домашние животные, например, кошки или собаки, то вы, возможно, видели, как появляются на свет их детеныши. Ничего особо удивительного в этом нет. Млекопитающие есть млекопитающие. У них все довольно просто. Но далеко не все живые существа рождаются таким привычным образом. Более того, некоторые из обитателей нашей планеты размножаются настолько странно, что в это непросто поверить. Конечно, если не увидишь весь процесс собственными глазами. Что ж, давайте этим и займемся. Поехали! Суринамские пипы Внимание! Если вы страдаете трипофобией, то есть боитесь скопления отверстий, то лучше смотреть, чуть прищурившись. Итак, суринамская пипа. Это вид земноводных семейства пиповых, обитающий в Южной Америке. Можно сказать, что пипа – лягушка, только очень-очень плоская, как будто попавшая под каток. Тело имеет защитный окрас в виде пятнышек, передние конечности без перепонок, так как они предназначены для рытья норок и ила. Питаются пипы всем, что попадается на придонном иле, а именно черви, моллюски, органические останки. Но самое интересное в этом живом существе вовсе не диета, а способ размножения. Перед началом самка и самец исполняют брачный танец, затем самка мечет икру прямо в воду, где и происходит процесс оплодотворения. Затем самка ныряет вниз и ловит плод совместной любви себе на спину. Именно там у нее расположены отверстия, где в будущем будут развиваться дети. Однако, если самка вынашивает икру впервые, то никаких отверстий у нее еще нет. Тогда на помощь приходит самец, прижимая к ее спине икру задними лапками. Так он продавливает отдельные соты под каждую икринку. Самке остается только выносить детенышей. Для этого икринки на спине обволакиваются специальным секретом, что защищает их от внешнего воздействия. Когда, наконец, наступает время, из материнской спины появляются полностью развитые маленькие пипы, которые готовы к самостоятельной жизни. После их рождения мать медленно теряет тонкий слой кожи, который использовался для их вынашивания, и может начать цикл снова. Скалопендры Скалопендр называют абсолютным злом в мире насекомых. И это не случайно. Не самые приятные существа, к тому же некоторые из видов еще и ядовиты. Ученые насчитали 8 тысяч видов различных скалопендр, обитающих в самых разных уголках планеты. К образу скалопендр обращаются писатели и сценаристы, чтобы сделать свои произведения более жуткими. Но это не что по сравнению с процессом размножения скалопендр. Если это увидеть, то каждый человек был бы в ужасе и бежал от них как можно дальше. Существует популяция скалопендр, самки которой размножаются без участия самцов. Да, природа умеет и такое. Самка несколько недель охраняет отложенные яйца в норке, обхватив их ногами. В этот момент она выделяет специальные вещества, которые тормозят развитие плесени. Наконец, на свет появляются молодые личинки, белые и мягкие. Настоящий комок отвратительных лапок и усиков. Несколько раз перелиняв, молодые скалопендры темнеют и расползаются, приступая к самостоятельной жизни. Кенгуру. Наверняка многие знают, что кенгуру – это сумчатое млекопитающее семейство кенгуровых. Кенгуру в природе насчитывается порядка 69 видов, а обитают они в Австралии, Новой Гвинеи и близлежащих островах. Также все в курсе, что у самок кенгуру есть специальная сумка, где она вынашивает своего детеныша. Но не все знают, что у кенгуру очень короткая беременность. Детеныш рождается примерно через месяц после зачатия. Правда, это далеко не полноценное животное, готовое к жизни во внешнем мире. Размером новорожденный кенгуренок всего пару сантиметров и весит около грамма. В таком, можно сказать, зародышевом состоянии он пробирается в сумку, причем задних толчковых ног у крохотного кенгуру еще нет, так что приходится помогать себе передними. При этом мать практически ничего не делает, только вылизывает дорожку прямо к сумке, где детеныш сразу припадает к соску. Он его даже не сосет, потому что еще не в состоянии, настолько кенгуренок маленький. Молоко выделяется ему в рот под действием особого мускула. Еще одной особенностью кенгуру является то, что сосков в сумке у нее четыре, и при том каждый из них выделяет разное молоко. Соответственно, у кенгуру четыре вида молока, в зависимости от возраста кенгуренка. Бывает, что у самки сразу два детеныша разного возраста, причем оба еще находятся в сумке, и тогда молоко выделяется двух видов. Примерно через 190 дней кенгуренок становится достаточно большим и развитым, чтобы постепенно выбираться из сумки. Сначала он высовывает только голову, и так может продолжаться несколько недель, пока малыш не почувствует себя в безопасности, чтобы выбраться целиком. С тех пор он проводит все больше времени во внешнем мире и, в конце концов, примерно через 235 дней покидает сумку в последний раз. Морские коньки Пожалуй, морских коньков можно назвать одними из самых необычных рыб. Да, они и на рыб-то не похожи, а скорее выглядят, как какие-то неземные существа. А? Где вы еще встретите нечто подобное? Но больше всего морские коньки отличаются от остальных обитателей океана своим способом размножения, ведь икру вынашивают самцы. Конечно, это происходит не просто так, а после долгого и тщательного процесса ухаживания, который у морских коньков проходит в несколько фаз. В финале, когда все брачные танцы закончены, самка передает икру самцу. На брюхе у него есть специальная сумка, куда он складывает икру и оплодотворяет ее. Внутренняя поверхность сумки утолщается, что делает ее безопасной для развития потомства. После наступления беременности обычно подвижный самец морского конька занимает определенную территорию размером около одного квадратного метра и не выходит за ее границы. Потомство находится в сумке самца от двух до четырех недель, а затем новорожденные коньки выпускаются в воду. Число молодых особей, выпущенных самцом морского конька, составляет в среднем сто тысячу для большинства видов. И это неудивительно, ведь детеныши крохотные, они легко могут стать добычей не только хищника, но и океанских течений. Поэтому, чтобы выживать, морские коньки заводят потомство с запасом. Менее 0,5% мальков доживают до зрелого возраста. Впрочем, как и почти все другие виды рыб, морские коньки не заботятся о своих детенышах после рождения, так что потомству приходится бороться за жизнь самостоятельно. Морские ежи Несмотря на то, что морские ежи выглядят абсолютно одинаково, они относятся к двудомным организмам, то есть тем, у которых мужские и женские половые органы находятся на разных особях. При этом ежи довольно плодовиты. Например, самка съедобного морского ежа в течение одного периода размножения продуцирует около 20 миллионов яиц. Представьте, если бы столько щенков родилось у вашей собаки. Сын собаки! Морские ежи могут размножаться круглый год, но чаще всего это происходит перед наступлением теплых дней. Они испускают нечто вроде облака, которое содержит будущее потомство. Мужские и женские клетки. Конечно, другие морские обитатели сразу пытаются полакомиться ими, но все же многие клетки выживают и находят друг друга в океане. За несколько часов они превращаются в микроскопические шарики, покрытые тончайшими ворсинками, от колебания которых шарики двигаются и поворачиваются во все стороны. Вскоре они изменяются, вытягиваются, вырабатывают тонкий известковый скелет и образуют нечто вроде крохотного лунохода. Он может плавать месяцами, по пути питаясь водорослями, и все это время внутри будет расти микроскопический морской еж. В конце концов, он вырастет достаточно, чтобы приземлиться в подходящем месте, закрепиться и начать настоящую взрослую жизнь. Слизни. Срочно уберите от экрана фанатов Рона Уизли. Сейчас мы поговорим о слизнях. Хорошо, что не застревают. Слизни обладают как женскими, так и мужскими половыми органами, то есть являются гермафродитами. Обычно слизняк следует за слизью другого слизняка и может даже поедать эту слизь. Затем они находят друг друга и начинают кружиться вместе. После оплодотворения, спустя несколько дней, слизень откладывает около 30 полупрозрачных икринок в ямку в земле или в другое подобное место. Например, между деталями каменной стены или под упавшим бревном. Развитие потомства внутри икринок длится от 3 до 5 недель, в зависимости от вида. В конце концов, из яиц вылупляются полностью сформированные крохотные слизни. И, пожалуй, глядя на них, даже люди, которые испытывают отвращение к слизнякам, могут умилиться. Потому что, оу, какие они маленькие и милые. Тем не менее, слизни очень быстро растут и уже через два месяца достигают половой зрелости. Пчелы. Все пчелы в улье, рабочие, трутни и матка, появляются из яиц, откладываемых пчелой-царицей-маткой. Она всегда одна на всю семью, и ее гибель зачастую означает гибель всего улья. Пчелиная матка вылетает на спаривание один раз за всю жизнь. Главная ее задача – откладывание яиц. Всю остальную работу выполняют рабочие пчелы в улье. Можно сказать, что все пчелы в улье являются с сестрами и братьями по материнской линии, но при этом могут различаться по мужской. Дело в том, что матка спаривается, как правило, с несколькими десятками трутней и использует генетический материал всех сразу. Несмотря на различия пород, процесс появления на свет у всех пчел одинаков. В своем развитии каждая особь проходит три стадии – яйцо, личинка, куколка. Отложенное яйцо матка одним концом приклеивает к донышку специальной ячейки. За три дня оно меняет положение. В это же время пчелы кладут в ячейку порцию молочка – личиночного корма. Молочко, кроме основного назначения, ослабляет оболочку яйца, и из него выходит личинка. Личинка растет очень быстро. За трое суток масса ее тела увеличивается в 250 раз. Затем пчелы запечатывают ячейки с личинками воском, а внутри начинается следующая стадия – превращение в куколку. В запечатанном виде личинка пчелы находится 12 дней, а затем выбирается на свободу уже взрослым полноценным насекомым. Цихлиды Африканские цихлиды – рыбы из семейства цихловых, обитающие в великих африканских озерах. У них много различных особенностей, но особенно цихлиды выделяются тем, что носят свою икру во рту. И это гораздо удобнее, чем кажется на первый взгляд. С одной стороны, конечно, в рот не поместится слишком много икры. С другой стороны, когда потомство рыбы находится у нее во рту, гораздо проще спасти будущих мальков от хищников. В любой непонятной ситуации цихлиды могут просто уплыть от опасности. Кстати, иногда рыбы родители держат во рту не только икру, но и молодое потомство. Заботясь о своих мальках таким образом, эти подводные обитатели способны производить меньшее количество детей с более высоким шансом на выживание. Стоит сказать, что этот способ вынашивания потомства свойственен нескольким видам рыб и амфибий, но почему-то именно цихлиды считаются особенно запоминающимися.